Сегодня у нас на сборке формат 14.11, красного цвета. Вот в таком виде он к нам приехал. Сейчас мы быстренько его соберем. Здесь преимущество в том, что здесь все втулки на промах. Соответственно, их нужно проверить и посмотреть, не закусывают ли они. И потом просто стандартная сборка. Настройка тормозов, настройка переключателей. Может быть, рубашки надо будет по-другому перекинуть. Сейчас посмотрим, как вынос стоит вверх или вниз. И все это настроим. Итак, красавец распакован. И у нас два колеса. Передняя на промах крутится идеально. А вот задняя, к сожалению, в одном месте чуть-чуть-чуть закусывает. Сейчас я, соответственно, беру два 17-х ключа. Чуть-чуть ослабляю гайки, вот эти конусные. И чуть-чуть начинаю выдавливать туда-сюда саму ось, чтобы подшипники крутились нормально. Потому что сейчас они пережаты. Так вот у нас выглядит подшипник со стороны тормозного диска. Вот так вот у нас выглядит барабан. То есть у нас эта втулка всего под два прома. То есть один пром с той стороны, второй пром вставляется вот сюда вот, в сам барабан. Прома здесь и тут маленькие. Такие обычно в передних втулках ставятся. Внешний диаметр 26, внутренний у него маркировка 6-3-0-АРС. Внешний диаметр 26, внутренний 10. Вот для сравнения я достал. То есть это вот передние втулки, и они же используются под кассеты. А вот когда под трещотку и под задние втулки, под трещотку. У них 30, внешний диаметр, внутренний тоже 10. Соответственно у нас здесь всего в колесе два подшипника. И такое чувство, что вот эта шайба прижимная, она чуть-чуть видимо кривая. И когда ее затягиваешь, она немножко поджимает подшипник с одной стороны. И из-за этого он закусывает. Потому что по отдельности оба подшипника крутятся очень хорошо без закусываний. То есть скорее всего неровно отторсована вот эта вот часть. Потому что когда на рельбу накручивается, она же немножко под углом накручивается, скажем так. И не удается сделать без закусывания эту втулочку. Вот такая вот проблема. Либо может быть здесь посадочное место, может что-то попало. Сейчас я все протру полностью ватной палочкой. Может быть здесь какая-то песчинка. И из-за этого подшипник стоит неровно. Вот. Пока не удается сделать красиво. Идеального кручения добиться не удалось. Есть маленькое трение. То есть это связано с тем, что либо у нас ось кривая, либо у нас сами пыльники неплотно прикручиваются, потому что они при себе накручиваются. Есть небольшой люфт. То есть сам пыльник касается краешком. То есть не всей плоскости, а немножко краешком подшипника. Либо внутреннее расстояние на оси между подшипниками чуть-чуть не соответствует самой длине втулки. Есть небольшое закусывание. Сейчас вот беру самую чистую тряпочку и буду обезжиривать роторы. Вот такое количество грязи. Это на новых роторах. То есть какое-то масло попадает. Во время упаковки руками трогают. Я руками трогаю. Вот такое количество грязи. Видите, серость вот эта. Это вот на новых роторах, тормозных дисках столько грязи. Поэтому нужно обязательно обезжиривать даже новые роторы. Ну и все, собственно говоря. Теперь мы устанавливаем. У нас тут классный диорчик стоит. Защиту мы пока, кстати, не сняли. Чтобы цепью порами не лозить. Устанавливаем колеса. Настраиваем тормоза. Настраиваем переключатели. И протягиваем рулевую. Чрезвычайно неудачное расположение тормозов. Все на красном фиксаторе. Очень сложно сюда подлезать. То есть ключом. Вообще даже четверть оборота не сделать. Вообще ничего не крутится. Очень неудобно регулировать. И колодки ходят плохо. Потому что это Текра. То есть вот это большой недостаток на этой раме. То, что тормоза Текра. И то, что вот здесь в этой раме есть отверстия. В них вода попадает и стекает в каретку. Кстати, отверстия надо затыкать. И вот там вот тоже. Вот это крепление под багажник под крылья. А вот это технологическое отверстие. Его желательно, конечно, закрывать. Чтобы внутрь вода не попадала. И вот тормоза настраивать Текровские. Это целая история. Вот, собственно, и брак. То есть первое. Вот эта краска, видите, как прижата. Она люфтит и не дает ровно закрепить тормоз. Второе. Вот эти площадки не отторцованы вообще никак. Видите, они просто полукруглые. Ужасно исполнены. Сейчас я свет включу. То есть вот это вот место, оно не плоское. Оно не пойми какое. И здесь то же самое. И я не знаю, сюда смогу ли я вообще подлезть к каким-то напильникам, чтобы это все выровнять. Скорее всего, нет. То есть не получается тормоз нормально настроить. Потому что все вот эти посадочные места кривые. Вот я проложил напильник. Он у нас типа ровный. Смотрите, какая щель. То есть вот здесь вот он у нас прилегает по всей плоскости. А вот здесь вот, ну, заметно, да, что щель просто огромная. И чтобы это торцевать, нужна специальная торцовка. В городе, конечно, ее нету ни у кого. Поэтому сейчас будем делать все это на глаз. Чтобы тормоз стал ровно. Прижимаем напильник к плоскости. Вот здесь, видите, он более-менее равномерно стачивает. Но вот этот угол, видно, да, что он намного ниже. Вот это выше. А здесь наоборот. Вот здесь вот уже стачилось по краю. А вот с этой стороны, видите, напильник еще даже зацеплять не начал. То есть вот здесь вот получается яма. И он упирается на этот край. И тормоз встает неровно. Вот так вот под углом. Нужно их отторцевать, чтобы они ровно были. Это все на глаз. Чисто по ощущениям. Потому что делал я это не один раз. Жалко, что нет специального инструмента у меня. Идет третий день сборки велосипеда. Да, вы будете на мной смеяться, как обычно. Очень сильно отвлекают. Значит, чуть-чуть ослабили жидкость. На ручке открутили вот этот винтик. Который держит поршень. Ослабили чуть-чуть жидкость. Чуть-чуть раздвинули колодки. И теперь у нас проблема. У нас вот этот внутренний поршень ходит хорошо. Да, внутренний поршень ходит хорошо. А наружу не очень. Вот. И сейчас мы будем, соответственно, раскачивать. То есть вставляет сюда затычка пластиковая. И туда-сюда, туда-сюда. Начинаем раскачивать поршень, чтобы он начал ходить. То есть он, видимо, либо закис, либо прикипел, либо там резинка неразработанная. Такое часто очень бывает на дешевых бюджетных тормозах. И, к сожалению, на формате у нас вот текры. Текры ненадежные, но вот как бы 2-3 года они отслужат. Вот. То есть задний тормоз удалось настроить. Сейчас вот теперь возня с передним тормозом. И это уже третий день сборки велосипеда. Несколько оборотов колеса. Как вы слышите, полная тишина. Значит, поправил ротор. И передний и задний настроил лобу тормоза. В чем прикол? Значит, мы сидим. Вот у нас тут мощный такой обогреватель на потолке висит. В помещении плюс 15. Масло жидкое. Поршня ходит хорошо. Резинки хорошо пружинят. То есть тормоз работает. А на улице минус 2. Масло загустевает. Поршня загустевают резинки. Дальше масло начинает кристаллизоваться. Уже вот при легкой минусовой температуре. И разбухать. То есть как вода в бутылке, когда у вас замерзает, она расширяется. Вот. И здесь в гидролинии есть остатки воды, влажность, воздух и так далее. И за счет этого получается такая история, что масло расширилось. Поршня сжали и зазора нет вообще. Вот сейчас вот у нас тут отличный, вы даже не видите, наверное, зазорчик. Видите, там совсем миллиметрики. Миллиметрики. То есть какие-то там полмиллиметра зазоры. Вот такие мы делаем тормоза. Ротор поправлен. И сейчас ничего не цепляет. Завтра утром вынесу на мороз. Да, и будет опять цеплять. Можно ли в мороз кататься на текре? Блин, резинки фиговые. То есть нежелательно. Колодки притрутся, ротор притрется, зазор будет больше. И в принципе в мороз они тоже будут работать. Ну вот не сейчас, а там уже через месяц, через два. То есть в конце сезона они уже будут в мороз работать. Но проблема в том, что вот такая вот проблема, что на морозе все это разбухает. В общем, велосипед готов. Все собрано. Вилка RockShox. Все круто. Протираем ноги тряпочкой сюда силиконовой смазочкой пшикаем, чтобы резинка была не дубела. Чтобы была смазана. Тогда будет вилка служить долго. Периодически обезжириваем ротор. Чистим тормозные колодки, чтобы они не были грязные в масле. И не катаемся в мороз. Тогда все будет хорошо. То есть ни в дождь не катаемся, ни в мороз не катаемся. Тогда велик вечный. Начинаем кататься в грязищу. Все становится плохо. Так вот у нас диорчик стоит. Я бы тоже не сказал, что он четко работает. Ну как бы очень хорошо работает. Но не сказать, что идеально. Вот. Ну и заднее колесо тоже, соответственно, ничего у нас не цепляет. Это вот я показываю, что все это я сделал. Потому что завтра утром это все на морозе будет опять нифига не работать. Вот. Померил крылья сюда 26-е. 26-е сюда крылья не влазит. Потому что большой протектор. Жирная такая покрышка. Не надевается, к сожалению, сюда 26-я. Полноразмерные крылья придется ставить 29-е. Все. Педальку прикручу. Велосипед собран. Значит, рулевую мы протянули. Рубашки вот так вот у нас уходят. А в раму не цепляют. Нидра линия у нас такая достаточно большая. Тоже ничего не цепляет. Втулка задняя в идеале. Втулку заднюю протянули. Переключатель настроили. И вот третий день. Это возня с тормозами. Вот такая вот очень длительная история. Наверное, слышите, да, как чиркает ротор? То есть, за ночь замерзло все. И колодки сошлись. Жидкость разбухла. Хотя я немножко ее все ослабил. Поршня ходит отвратительно. Короче, вот такое качество. У тормозов Tektra. Вот такие вот ручки. И настроить не удается. Обкладываем до лета. Пусть месяц полежит велик. Когда будет тепло. Будем его через месяц настраивать. Кажется, я победил этот формат. Колесо крутится. Ничего не цепляет. То же самое по заднему колесу. Попробую поймать вам зазор. Показать. Видите, насколько кривой ротор. Как его там колбасит внутри. Но ничего не цепляет. Все очень хорошо. На солнышке гидравлика нагрелась. И наконец-то стала работать. В общем, короче, сборка месяц заняла. Потому что в холодном помещении при холодной температуре все это не работает. А сейчас ура! Победа! Продолжение следует... Продолжение следует...